Когда ты на определенном, скажем так, пути, что ли, да, и не бывает, ты пишешь какой-то пост, а потом на утро читаешь, думаешь, как я могу такой бред написать. Вот, и то есть, реально, когда с тобой происходит, как ты думаешь, какие-то изменения, ну, в общем-то, это можно отследить все равно по каким-то вещам, вот, как минимум, потому что ты написал, потом думаешь, ну, как бы, для тебя это было вау, а сейчас для тебя такое, ну, как бы, вообще смешное такое. Вот, и бывает, заряжен, пишешь там все, там, а через пару дней будешь маскать. Я это писал вообще? Или не я? И аж это, хоть удаляй, хоть удаляй, но это проработка очень классная, и потом можно посмотреть, как развелось. У нас сегодня про питание, вот, я все шпакал приписал, чтобы это было так, это более структурировано. И я сразу скажу, я беру информацию, ну, там, из вед, из лекций, Харти Махараджа, может, кто-то уже лекции слушал, нет? Харти Махараджа и Игоря Ковалева, основатель методологии. И в йоге, если с юридической точки зрения, то отношение к еде, там, вообще, тотально другое по отношению, если к фитнесу смотреть. То есть, если к фитнесу, это отношение больше из ума. Йоги больше, не знаю, такое интуитивное больше. Да, ну, сейчас я буду объяснять, вы поймете. И всего есть, начнем с того, что есть три вида энергии вообще в мире. Все, вот, вещественный вид, мир материальный, весь построен на трех видах энергии. Это, скажем так, разные плотности. Это, как мы говорили, сатва, помните, такое блаженное состояние, просветленное, да, легкое, воодушевленное. Раджас, огонь, которое, когда мы сегодня Раджас сделали, огонь, мы делали, мы делали ТАМС, огонь, но мы делали на Раджасе, на таком вот желании действовать, что-то делать, качать. А есть еще ТАМС, это такое подавленное состояние, инертное такое, ничего не хочется делать, деградировать хочется. Вот, ну, да, то есть, там, выпить, закусить и ничего не делать. Вот, это ТАМС, то есть, три вида энергии. И весь мир материальный, вот весь, он соткан из разных, просто, вот люди просветленные, они говорят, что он соткан просто из разных сгустков энергии, разной плотности. В зависимости от того, какая энергия, вот там, Раджас, ТАМС или сатва, вот этот блаженный, или огонь, в зависимости от этого несет предмет эту пользу. Ну, или не пользу, а насыщает тебя тем же, что он есть. И вот наши... То есть, люди уже есть энергии? Да, да, то есть, все, мы созданы из того же материала, что и коврики созданы. Ну, не на фабрике, имею ввиду, а в общем, да, то есть, абсолютно то же самое. И люди, которые вот просветленные, почему вот еще говорят просветленные, потому что они видят по-другому, они видят, ну, я опять по рассказам передаю то, что услышал, что... Они видят именно вот эти вот цветовые как раз, то есть, что человек сотка из этого, из миллиардов, как бы вот этих вот всяких нитей, да, просто разной плотности. И даже электрон, понятия электрона не существует, его нет, электрона нет, вот как у нас рисуют в школе, атом, там электрончики, этого нет. Просто они решили сгусток чего-то назвать электроном. Ну, и ученым же надо от чего-то плотного отталкиваться, там считать, как-то что-то вычислять. И они решили назвать вот эти сгустки, там электрончики, а вот это вот поплотнее, это там атом, ядро, там что-то еще. И... А так этого и всего нет. И просто этого для нашего ума, скажем так, чтобы было удобно что-то вычислять. И наше тело, органы и вообще все, из чего состоит, оно определенной плотностью обладает. Слизистая определенная плотность, просто кожа одна плотность, органы другая, мышцы третья плотность. И... Пища, которая поступает, и вообще все, что поступает, имеет точно такую же плотность, как я вот говорил, разная энергия, да? И если эта пища, она идет не синхронизацией, как бы с нашим телом, например, желудок, там одной плотности, да? И поступает пища, которая не соответствует плотности желудка, плотность желудка начинает меняться в соответствии с этой пищей. И, соответственно, плотность этого органа начинает меняться и взаимодействовать, ну и менять все наше состояние. Понимаете? Короче говоря, вот есть там, ну картошка фри, к примеру, да? У нее, ну это тамос, тамастическая еда такая вредная, конкретно вредная, то есть тут даже спорить не надо. И она, попадая в наш организм, меняет свойства, чем больше мы этого потребляем, тем больше она меняет плотность на такую же плотность. Наших органов и нашего состояния, соответственно. То есть, грубо говоря, хотите быть, ну такими ленивыми, беззаботными и ничего не делающими, ешьте такую же пищу. И вы будете приобретать ее свойства. Поэтому, вот можно понаблюдать, да, за там, кто там алкогольного употребляет или сахар, у них грубость появляется, такая жесткость какая-то, там срывы какие-то в эмоциях начинаются. И, ну, короче, можно проследить. Человек поел, что он поел, как он потом себя ведет. Точно так же и с музыкой. Просто это проявляется не сразу. Мы думаем, что это сразу, послушал и там, хоп, сразу поменялся. Это, как бы, это все такое вот, как кисель. Оно попало, въедается в тебя, и потом ты проявляешь эти эмоции дальше, через день, через два. Считается, что там через дня, через три, примерно, плюс-минус, ты можешь это увидеть, наблюдать за человеком. И даже болезни какие-то происходят, ты должен смотреть назад, что два-три дня случилось назад. Потому что эмоция упаковалась и проявилась там, где-то на каком-то более тонком уровне, например. И пища здоровая в потенциале, она должна балансировать вот эту плотность органов. У нас поменялась плотность крови, то есть мы съели что-то жирное, тамос. Приготовленное там на масле, прям вкусно, понятно, но это тамос. Это такое вот, не низкое вибрационное, это не плохо, не хорошо, просто низкая энергия. Хочешь такую, ешь. И у нас меняется плотность крови. Состав нашего тела и органов начинает приобретать такую же плотность. Соответственно, и вот здесь, хоть, как говорят, вот магия, волшебство, да никакого волшебства. Пища плотная, поменяла плотность крови. Плотность крови что? Ухудшила работу сердца. Что после этого? Микроинсульт, еще что-то, тромбы. Вот и вся магия. И все. То есть, чем больше, ну вот тогда можно сказать, что пища, да, от чем-то курица, например, от яблока отличается. Ну, к примеру, я тоже курицу любил, всем сердцем. Я шучу, но я любил, но я как бы не так прям много мяса, я равно ел. И чем меньше пища обработана, тем больше в ней полезных веществ. И считается, что пища, нужно употреблять какую-то пищу? Пищу, вырешенную на солнце. То есть, чем больше овощей, фруктов, и чем меньше, чем меньше обработана. Когда вы ее обрабатываете, она теряет свою жизненную силу, чем больше она огне приготовлена. Поэтому часто веганцы или вегетарианцы, они, ну да, они готовят, но стараются держать вот эту температуру, где чуть-чуть, хотя бы вот там на пару, когда приготовлено, не в прямом прям огне, и не высокие температуры, хотя бы, хотя бы. Но если выбирать между, там, картошкой фри или жаренными овощами, все равно овощи потенциально будут носить больший эквивалент полезности. И вот этой вот тонкой, скажем так, полезной энергии, там, что ли, чтобы пользу какую-то принести. И обработка в нем, да, вот я сказал, что она меняет. Есть, вот, Whole Foods, еще что-то. Ну, это понятно, что ты берешь иногда, ты выбираешь, там, из, скажем так, из худшего лучше. Есть продукты, которые вот они подогреваются и постоянно подогреваются, ну, вот в теплом состоянии, это тоже вредно, выделяется яд, очень много ядов. То есть стараться, или как только они положили, сразу взять, да, подмечать это время, когда они меняют вот это все. Ну, или уже не есть, но постараться минимизировать вообще употребление пищи из пакетов. Потенциально все, что в упаковке и все, что лежит долго, это химия. То есть, ну, это однозначно. То есть полезная пища должна портиться на третий, там, второй день. Приготовили дома, съешьте на второй день. Вы не употребляете мясо вообще? Ну, когда-то употреблял. Ну, сейчас нет, ну, сейчас нет. Ну, это как-то связано, что это может проявляться в агрессии потом? В агрессии? То, что, ну, я типа хочу и там... А если вы едите мясо, допустим, и вы можете потом быть агрессивнее, да? Это взаимосвязано? Ну, первое время я кидался на занимающих, что последний был, завязывал шнурки, я вижу никого. Ну, шучу. Это, но потом это перестало. Не, я шучу. На самом деле, когда перестройка организма происходит, да, потому что биохимия все равно работает и привязка к продукту есть. То есть заберем у человека то, к чему он привык, он будет проявлять. Вот эти яды выделяется, там, головная боль, тошнота, там, головокружение, усталость дикая, агрессия на фоне этого. То есть химия работает, на гормонал убьет и начинает все это проявляться. А потом, если ты выдержишь этот период, то сходит потихоньку. И люди, которые употребляют, все равно можно посмотреть после вечеринок, например, у них больше вот этот вот... Даже в процессе уже даже вечеринки там не просто еда, там атмосфера такая. То есть, ну, энергии, ну, энергии, да, уже так, на эзотерическом, как бы, низкие такие вибрации, то есть, там, туф-туф, там, бивасик, там, мясо. Я не против мяса, могут есть, просто раз уж мы об этом говорим, мы разбираем, да, надо понимать, что ты ешь и что как влияет. Можно вопрос? Просто я совсем не употребляю корк, а свинину или бекон, или такое, ничего, что хлюкало раньше, да? Ну, или красное мясо. Как раз, милюсик. Красное мясо вообще нет. Ну, я очень люблю вкусно приготовленные бургеры. Это просто такое удовольствие. Ну, класс. Попробовать себя, поехать купить себе классный бургер. Ну, дорогой, я не имею в виду именно. Вот, я считаю, это круто. Я вот от этого не могу себе отказать. Ну, ну, как бы, классно. Но это не всегда, это может быть, там, раз в неделю, раз в две недели. Если вы ищете мне сейчас, что я скажу, типа, окей, я ж не парал, можно. То я так не скажу. Я смотрю, что вы ищете. Как вы себя балуете, например? Честно, я очень привязан, я как-то вот одну и ту же еду я могу есть годами. Вот реально годами. Я хожу в воду. Я даже не могу ест каждый день. Да, еще говорят, приказываются, там, мужик говорит, ты как это, как сам. Одно и то же. А что вы кушаете? Что у вас на меню? А вот на завтрак что тогда есть? Я ем хлеб с авокадо, бутербродом. Авокадо с помидором перемешиваешь хлеб и все. Да, иногда я стараюсь, если я сейчас пришел и поел вот после практики, я утром не ем вообще. Я до обеда не ем. Как? А как работает? Вообще. Да как-то нормально. Не знаю. Вот нет. Я же поел в ветшем. То есть оно у меня все равно еще булькается там. Вообще это хреноватенько из-за здорового это пропитание. На, на случай, и нет. Но когда вы занимаетесь регулярно, это вообще пролетит на ура. То есть с регулярной практикой ты вот это вот там нуки, ночью я поеду, но завтра я позанимаюсь, у меня все это выйдет. И тут главное понять для чего. То есть ничего страшного, что вы бургер съели. Надо понять вообще для чего вам едет питание. Если просто ради, ну вот гавочки, оно уйдет потом. Уйдет, вернется старые привычки. Нужно понять вот главную цель, зачем вам это. И это поможет вам подтянуть дальше. Потому что просто так для похудалки, да не работает это. Потом обратно все это возвращается. Пойдете на вечеринку, опять затащат. Вот. Надо понять зачем. И если, ничего страшного, что вы едите. Есть люди, которые, ну раз уж мы там вот в йоге, да, и говорим о йоге, пытаемся как бы йогой заниматься. То есть люди, которые приносят намного больше пользы, которые даже едят мясо. Но, а есть которые, типа, я там веган такой. Я там такой классный, чистый, но, ну, какую-то херну творить. И непонятно, да, что там распространять. То есть идеи какие-то распространять непонятные. Хотя, говорит, я там все такой полусвятой. Вот. Поэтому важно, что вы делаете. И я знаю людей, которые они могут употребить. То есть он говорит, адекватность. Включаешь адекватность. Ты приезжаешь куда-то в какую-то зону, а там вот, ну, зелени нет особо выбора. Да, там яблоки, к примеру, одни. Что-то на одних яблоках будешь. И ты, чтобы выжить, ты понятно, что убьешь и съешь. Ну, там, поймаешь, убьешь и съешь. Или употребишь. Но как только ты попадешь в среду, где можно есть выбор и не убивать, то тогда ты не будешь убивать. Потому что потенциально съедая мясо, ты убиваешь. Ты заказываешь убийство. Ну, как бы, не больно бы это звучало. Но ты заказываешь убийство. Ты спонсируешь это. Вот. Посмотрите землянику. Может быть, поможет. Ну, как бы, если есть идея, как-то это прекратить, скажем, поэкспериментируй хотя бы бросить на время мясо. А земляне прочистят конкретно слезные железы и на время хотя бы отобьют желание. Я думаю, я не знаю, как вас зовут. Девушка хотела сказать, что о чем вы балуете. То есть я поняла вопрос, как через себя, как я поняла, что в основном, ну, то есть вот скажу за себя, что основное время я хорошо питаюсь. Меня это не напрягает. Но если я, например, еду в хайк, то я заезжаю, я могу купить себе кофе, что-то купить сладкое. Вот я думаю, что вопрос заключался в том, а как вы себя балуете? И вообще есть ли такое понятие, как, знаешь, как расслабиться? Например, я... Оттупление. Да. То есть ты не ругаешь себя, но... Чекни. Да, да, да. Я... Я нашел... Ну, я, получается, сейчас буду рассказывать и, получается, рекламировать то, что я... Я себя балую. Я тоже, я люблю вкусняшки. Я люблю вкусняшки. Я стараюсь, я стараюсь, конечно, максимально, там, типа, безлиц, там, еще что-то, но... Бывает, что проскакивает мучное, ну, как мучное, вот. Проскакивает у меня. Нормально. Я это не скрываю. То есть вы можете меня увидеть, как я покупаю это. Это не скрываю. Но я не хочу это популяризировать. То есть я там не идеальный идеал. Я никогда не говорю, что там, ориентируйтесь на меня. Я такой классный. Там чистый, прям это... Нет, у меня есть над чем работать. Но я никогда не буду говорить, повторяйте за мной. Потому что, опять, я знаю людей, которые, там, употребляют. Но я говорю, слушай, ну, если ты поддерживаешь идею йоги, может быть, наоборот, не надо людям хотя бы это в сторисе показывать. А они, там, фото, я... Я этого не... Ну, как бы не гнушаюсь, не прячу. Я говорю, я тоже не прячу. Но зачем ты людям это популяризируешь? Они все равно смотрят на тебя потенциально, как... О, окей, он делает, она делает, я тоже буду делать. Поэтому я съем это, я себя не корю, но я понимаю, что над этим надо работать. Вот. Мороженое классное в животе есть. Оно натуральное. Оно натуральное. Плэн йогурт. А? Плэн йогурт. Да, вот... Плэн йогурт. Плэн йогурт. Хороший очень. Просто можно поделиться таким обозрением, да? Да, да. Обзервейшим. Вот, я работаю с детьми, и я смотрю, кто всегда что упаковывает в их ланч. Родители, что они кладут с собой, да? И у меня есть мальчик-веган в классе. Он вообще не ест ничего такого мясного, у него всегда там бобы, чечевица, кукуруза, потофу. Ну, такое все чисто, вот чистое, как вы говорите. Ничего не приготовленное, все чистое, свежее, сырое. Но у него всегда проблемы с пищеварением. То есть он не может ходить в туалет по большому практически вообще. И его мама на это постоянно жалуется. Она мне говорит, я не знаю, как он ходил в туалет по карману, да? По нашему. Ну, это мое обозрение такое, что обычно, это не один ритминский случай. Это было несколько, вот я наблюдала несколько подряд в школьных лет, что у детей, которые только едят овощи чисто веганые, они не получают достаточно файбера. И у них потом проблема, они не могут ходить в туалет. И это может быть проблема и с годами просто потом. Ну, надо смотреть. То есть такие, да, такое действительно бывает. Но в общем, диеты веганские, вегетарианские, они подходят. Они такие, скажем так, универсальные, более приближенные к натуральным, скажем так, виду, какой-то человеку. Надо было бы питаться. И сейчас я вот на вашу отвечу. В йоге такая философия, что ты не ешь то, у чего есть глаза. Ничего, у чего есть глаза. Даже умные такие глаза. А? Даже умные такие глаза. Ну да. Так живое создание. Ну это же живое. Не можете дать жизнь, не забирайте. То есть максимально минимизировать. Понятно, что там морковка кричит, когда я ее режу. Ну как бы там, да, типа какие-то вибрации. Но ты стараешь минимизировать то, что ты можешь минимизировать. У картошки морковки есть глаза? Глазки. А люди на глазки растения тоже аккуратны. А вот по поводу... У меня вот сын, он ел мясо, потом ел. И все нормально. Он, дай бог, чтобы вот это, его установить. Мне говорят, там железа, витаминов хватать не будет. Господи, хоть бы он остановился. И, ну, активный ребенок. Ну, родители, естественно, мои там тоже переживаются такое. Семь лет. Ну, первые там вообще, кстати, вот когда он употреблял. Болезни, сопли, еще что-то. Перестал. Ну, как бы это еще есть там начальное. Пока ребенок растет, он болеет часто. Сейчас он в речке, до сих пор купается. Вот, в Американ Ривер. В бассейн ходим с ним иногда. Вот, в открытом. И вообще нормально. То есть, в шортах выйдет сейчас вечером. Ну, так вот, когда холодно, да, и вообще барабан. То есть, здоровый мальчишка, нормально все. И, ну, как бы я не буду прямо его, да, потому что можно сказать, а другой нет. Да, это надо прям выборку делать. Но, в общем, исключение всегда есть. Надо смотреть, надо анализировать. Проблема с пищеварением не всегда из-за еды. Активность ребенка во многом зависит. Можно есть очень-очень классно, но ребенок сидит постоянно, у него пищеварение не работает. У него мотор не работает, у органы не работают должным образом. Он не лазит. Нет, он сидит, да, он не живой. Он, как бы, такой вот, ну, как бы пассивный. И ребенка нужно гонять, чтобы организм как работал, чтобы он вырабатывал вот это все. Ну, и взрослого, в общем-то, тоже. Взрослого еще больше надо гонять, вот, чем ребенка. Лучше вместе. Есть дети, вместе после работы, подмышку, на площадку, выйдет все, что нужно. И даже больше. Вот. И нужно понять, для чего, короче, нужно вот это вам питание. Просто ради забавы это не работает. Если йога, то йога, она помогает освободиться от оков, каких-то вот привязанностей. Она даже, вот, как учитель мой говорил, она больше о смерти, чем о жизни. То есть она подготавливает человека к смерти. Она не о том, чтобы как там счастливо жить, она о том, чтобы правильно умереть. И, ну, это прям очень глубоко. Я сейчас не буду об этом, но это не так красиво. Люди думают, что это там какое-то просветление и так далее. Но оно ничего особо не меняет, это просветление. И нужно понимать, для чего оно тебе нужно. То есть, ну, придет это просветление. Для чего? Вот пища вот эта вот. Для чего? Какую идею ты вынашиваешь, чтобы вот эту светлую голову иметь и потом строить там атомную вонгу. Или, например, какую-то идею распространять. То есть вот это выбор. Ну и, короче говоря, вот плотность. Да, мы говорили про плотность. Есть вопросы какие-то? Нет, я пока слушаю. Угу. Угу. И вот определенная пища меняет или воздействует на тело и, соответственно, меняет плотность нашего тела. И наше тело, оно как глина. То есть, как мы говорили, оно не приготовлено, оно состоит вот как из земли. То есть, веда, как говорится, это кусок земли фактически. И мы в землю войдем и оттуда выйдем в прямом смысле слова. То есть, мама, мать будет есть продукты, которые там корова съела, то есть, хоть мясо, хоть не мясо, хоть салат, который вырос из земли, где умер ее дед. Или корову, которая съела эту траву, из которой умер человек. И потом она это съест, ее ребенок впитает эти полезные вещества и превратится в такой круговорот человека в природе, да, и питательных веществ. И человек это глина, которую вот он использует, да, и он формирует, которую он вот здесь вот выстраивает. И пища и яма-не-яма, вот эти моральные принципы и правила, о которых мы говорили, они позволяют вот эту, придать форму и использовать эту глину в правильных целях. То есть, яма-не-яма и пища, она как, знаете, как пластилин, когда покупаешь, он твердый, и его нужно размять сначала, чтобы можно потом лепить, потому что холодно, он ломается, и надо разогреть его. И вот яма-не-яма, пища, наше поведение и практика, она позволяет нам вот это вот размять, как тесто, приготовить его, а потом уже сделать форму. А для чего форму, вы должны уже сами для себя понять. Ну, я думаю, если интересно йога, то лучше погрузиться туда, найти, потому что йога, она такая всеобъемлющая знание, которое полноценное прям знание обо всей вообще жизни. Оно поможет точно найти, куда бить, для чего живешь. Вот. То есть, и пища, и практики, и вообще йога, практика, хатха-йога, она помогает прийти к изначальным настройкам, настройкам, да, вот как мы были, когда рождены физическим настройкам, мы морально, мы еще не знали, что такое обман, там, или могли правду сказать прямо, сейчас мы боимся сказать правду, но такого человека даже раньше ценили наоборот, он был у королей, да, он был всегда рядом, его никто не любил, но он всегда правду говорил, и его ценили за то, но боялись, те, кто не хочет ее слышать. И вот йога, она как раз снимает вот эту шелуху, позволяет тебе и физически вернуться к зеро, мы сейчас из минуса выходим, просто к нулю, в плюс уже, дай бог, что перейти в этой жизни. И, ну, про энергетические каналы прямо про Надю я не буду, потому что мы говорили, и, то есть, вот эти вот тонкие сферы, да, которые у нас внутри, там можно отрицать, они есть, можно отрицать их нет, но даже ученым уже доказано, что там ты, там, медитации, практики делаешь, и твоя вибрация там меняется, и там видно, что вот эти вот невидимые какие-то линии исходят, это уже не нужно, там, специальные какие-то исследования, что тело соткано из всего этого, и все то, что ты ешь, все то, что ты говоришь, и все то, что ты делаешь, воздействует на вот эти нити. Чем больше ты против себя и против каких-то моральных принципов высоких идешь, чем больше у тебя вот этих светлых линий перекрывается, закрывается, образуются вот эти так называемые зажимы, зажимы, блоки, короткое дыхание, потом после этого страхи, мы там боимся сказать, заикаемся или что-то еще, вот, и тело, оно у нас, мы вот благодаря вот этой вот проработке эмоциональных вещей, психологических каких-то вещей, мы разблокируем, благодаря практике и питанию, которое приводит консистенцию наших тканей, там, мышц и всего остального в нормальное, какое оно должно быть состояние, мы раз и легче, там, в плечах, сердце начинает нормально работать, лучше фильтруют кровь органы, соответственно, переработка быстрее и отходы быстрее выходят, у нас сон лучше, глубже, да, мы уже там не 12 часов надо спать, а 8 уже нормально, и у нас состояние лучше, и, соответственно, зажимы вот эти проходят, да, зажимы, эмоции все вот эти опять-таки выходят, и меняется, как бы, качество жизни, поэтому еда напрямую влияет на качество жизни, на качество тела в том числе, то есть оно все взаимосвязано, можно сказать, что только вот делай там фитнес, да, вот фитнес в мире мы вот там только, там, качай железо, все будет гу, но это очень однобокое, там вот прям очень узко, вот, и оно, наоборот, еще больше зажимов повлияет, а здесь, ну, вроде бы, как бы и занимаемся, но в то же время, оно эго особо не те же, то есть ты как бы шире, там, не становишься, там, качком каким-то, или фитнес няшей какой-нибудь не становишься, но тело здоровеет, и органы начинают по-другому работать, и твоя жизнь тоже начинает в соответствии с этим меняться, и чем, вот физм, да, например, возвращаясь к такой физической практике, она не физическая, не физическая, как вот учитель говорил, что это не просто практика, это прям стиль жизни, потому что ты через вот эту тяжесть и пот, ты психологические состояния меняешь, и микрочистки себе делаешь через пот, и, как бы, меняешь свой характер. Ведах сказано, что в течение семи лет, семи лет, при регулярной практике, тело меняется, оно меняет, обновляет клетки, даже вот кожа, да, обновляется, вот в пыль, да, превращается, и точно так же все органы, они тоже все это обновляется, и в течение семи лет обновляется все тело, и человек, практикуя регулярно, или просто вставая на путь каких-то изменений, через семь лет он будет уже, уже другим, уже немножко, и по качеству внутри, как, как мясо, да, как кусок мяса, и внутри, как вот какая-то личность изменяться будет, поэтому практика помнит, чтобы, в общем-то, все поменять. есть какие-то, может быть, изменения, или, дополни, ну, не знаю, вопросы, может быть, есть. Как насчет кофе? Кофе? Ну, то же самое, обработанное, обработанное. А? Обработанное, да. А если орган? Нет, все равно. Все равно, орган, но оно уже обработанное. Чай то же самое, да, ведь? А про абсолютно кофеин. Да, 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 кофеин. Это тоже наркотик, тоже воздействует. Алкоголь, алкоголь, кофе, чай, все воздействует на сознание, и желательно вот это, и убрать первое, очередное. Но, смотрите, тут такой вопрос, вот вы сейчас будете заряжены, там, лекции, практика еще, да, и вы такие, вот все, выметай из кухни, там, и все. Во-первых, домашний скажет, ты что, там, на нем, все, не ходи больше туда, что он тебе сказал, вот. А, во-вторых, даст сбой организму, то есть лучше предпринимать маленькие шаги. Ну, у кого-то работает революционный путь, вот как раз смахнуть, особенно если ты один, то это вообще наизи сделать, если вы знаете, что у вас такое работает, лучше себя не тешить маленьким, сразу смахну, все, я больше не убиваю, вот, или не ем, ну, да, да, не ем, но выет глаза, я себя выкалываю глаза потом, я больше, вот, и, да, жесткость такой пошел, вот, но лучше постепенно, там, начните с маленького шага, потом дальше все подтянется, и практика поможет, практика поможет этот кор внутренний создать, где понимаешь для чего, опять-таки, понимаешь для чего, это поможет держаться, как за ниточку, и идти, вот, там, захотелось, опять, такой, окей, для чего я это делаю, вот, для этого, как взялся за эту ничку, дальше идешь, и чем больше вы себя будете ловить за эту ничку, чем плотнее она будет становиться вот внутри, да, то есть ваш кор, вот это, ваша сердцевина, и характер будет ваша плотнее, и когда вы придете в место, где такие, да ладно там, там, Маш, давай, там, ну, что ты мне, ну, там, Коль, давай, что меня не уважаешь, да хватит, там, свои штучки йоговские, там, давай бакнем, там, наверни немного, скажешь, не, 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 там, ну, как бы на таких же вибрах скажешь, не, там, братан, нормально, там, я знаю, что делаю, вот, и он такой, ну, ладно, вот, и, как бы, сойдешь и все равно укрепишься, вот, и, как бы, постепенно ты сойдешь, а потом еще люди тебя спросят, слушай, как ты там смог, я смотрю, ты там, футболку у тебя здесь выбирай, теперь здесь выбирай, вот, как-то так, вот, вот такие, вот дела, что тут еще, вот, и вот по поводу витаминов, да, вот я хотел сказать, что витамины, это, опять-таки, выдуманная штука, ну, это не я хотел сказать, я хотел передать то, что сказали, просто я себе сделал пунктики, подглядываю вам и рассказываю, что витамины, вот эти элементы, белки, жиры, углеводы, это выдуманная штука, чтобы что, чтобы потреблять, чтобы вас в индустрию, фитнес-индустрию, чтобы, там, вот вам нужно B, там, CA, там, еще что-то, это, конечно, когда у человека, вот, есть конкретный, там, трэш в жизни, вот, там, вес набрал, еще вот, ну, прямо есть совсем, и иногда нужно точечные какие-то удары, воздействия, да, но, в общем, вот это вот простое, понятное, регулярное воздействие, это физическая практика, и питание, веганское, вегетарианское, плавный переход, оно решает, обычно, 90 проблем, оно решает, а потом можно что-то подработать, что-то подрегулировать, да, где-то что-то подрихтовать, и, так же, как и вот это понятие электрона, было выдумано, да, чтобы человеку зацепиться умом, так же и понятие витамина, у йогов нет понятия витамина, там просто написано, питайтесь, там, сочной, свежей пищей, которая, там, приносит вам пользу, и так далее, если вы чувствуете, там, себя так-то не ешьте, ешьте, когда голодны, вот и весь секрет, то есть, вот это вот из головы убрать, что, о, обед, ну, я как бы пойду, потому что время обеда, ну, не голодный, вот вспомните, когда последний раз ели по голоду, вот реально, по голоду, не просто воды, там, или что-то, а по голоду, ну, наверное, ну, давно было, ну, может быть, кто-то практикует, попробуйте такую технику, что есть хочется, выпейте воды, еще раз, там, съешьте яблоко, и вот потом, если уже накатило, тогда все, рубите, ну, как бы, накатывайте, да, съешьте, и, ну, как бы, медленно есть, да, вот такие вещи, они помогают выстроить, и я тоже ел сначала, вы говорите, а как вот там работать потом, я ел очень много, очень много ел, ну, особенно вкусности много ел, если сравнить, до йоги сколько я рубашил просто, сейчас я, ну, как бы, я не бог есть какой пример, да, но просто вот на своей жизни могу понять, что это уменьшилось, и сейчас нужно работать, но я себя знаю, что у меня не работает вот это вот, все смахиваю, я постепенно прорабатываю, и практика, она сбивает вот эту вот ненужную пыль с головы, вот, раньше я просто накидывался, а сейчас я могу купить и не съесть, а потом и выбросить даже, и лучше я сделаю так, я вот это потратил, там, еще что-то, и, но зато оберег себя, чисто для головы вот это купил, механическое действие совершил, а потом себя за хвост поймал, и такой, окей, не надо уже, и побежал быстрее, там, избавляться от этого, пока, пока держишься, и такой, фу, хорошо, и заметил, что хочется вот этой всякой ерунды, когда я голодный, съел, покушал, нормальную, ну, какую-то пищу, хотя бы, хотя бы, ну, более-менее полезную, да, там, выбираешь, ну, там, род фронт, там, конфеты, там, какое-то что-нибудь еще, и хотя бы вот это съешь, понятно, что это тоже оставляет желать лучшего, но все равно на уровне лучших, вот, и так потихоньку ты чик-чик-чик-чик-чик-чик переходишь, и потом ты ешь просто вот один-два раза в день, ну, перекус есть какой-то небольшой, ну, все равно, прям много не делай. Цель помогает, вот, понять вообще, что ты хочешь по жизни, и когда тебя вот оно закручивает в процесс, вот захватывает с душой, да, с сердцем, то ты вообще забываешь о еде, и ты вспоминаешь, что, ой, надо же было поесть, действительно голодный, пошел, поел там, ну, и спать будет, вот, а потом наутро и не голодный, потому что поел тогда, пока оно там переварилось, о, уже обед настал, ну, окей, поем, вот, и так далее. Могу спросить? Да, конечно. А вот что сказала, что жиры, белки, углеводы не имеют значения? Ну, то есть, я, мне это тяжело даже представить. Вот можешь что-то поподробнее сказать? Да. Я сейчас скажу, что, вот, например, я точно чувствую, я слежу за своим питанием, я точно знаю, когда я не добираю белка. Белка это не означает, что мясо, то есть я из других мест, но я четко чувствую изменения в организме, прям в процессах, не прямо сейчас, но они накапливаются, и в какой-то момент они мне прям хорошо отзываются. Если этого нет, что тогда, ну, что это? То есть, именно твое мнение, как ты это видишь? Вот я вижу, что человек должен приблизительно понимать, сколько белков, жиров, углеводов, да? А вот интересно, что конкретно по поводу этого? Ну, как понять, должен. То есть, вот опять такое, мы, когда ты... На каждой лекции этот вопрос повторяется, мне говорили, как ты определяешь, что тебе не хватает белка? Я говорю, а как поопределяете? То есть, у меня в голове нету счетчика, там, твун, там, ноль, зеро белка. Я, как-то вот, ну, ты хочешь есть, ты ешь. Вот, и я, например, чувствую просто, я, например, кофе. Я чувствую, что у меня такой вот, такой какой-то вот, ну, там, устал, да, например, или еще что-то, и какую-то съевку сахаром. Вот продукт, который содержит сахара. Я прям с первым укусом, я чувствую, вот у меня как будто, и вот подняли, реально, вот как будто вот в этом фильме, этот, флэш, может быть, кто-то смотрел, там парень такой молодой, он постоянно ел батончики всякие, вот у него там, у меня, что-то, у него прикол был такой, они сидят там в команде, разговаривают о каком-то плане, там, определенного нападения, он такой, все нервничает, он постоянно ест, он говорит, что-то у меня низкий уровень сахара в крови, может, пойдем поем? Я вот чувствовал тоже, что когда-то раз, что-то съел, у меня прям, ву, такой поднятие, и сразу прям, такое вот, о, такое вот, суетное, как бы, состояние такое, как будто тебя вставили батарейку, и, в общем-то, после этого, после одного укуса, или там, глотка, можно больше ничего не есть, потому что его хватает, и побежать там, поесть нормальную еду. Но, прям вот конкретно, вот мне жиров не хватает, я просто чувствую, что хочется сочного чего-то, авокадо, например, или вот в чепот там есть вот, ну, авокадо тоже, перемешиваю вот это, хочу вот это, или чувствую, что, ну, вот, как будто силы, там, фасоль, там, например, там, рис с фасолем, например, вот это вот, тоже в чепотле, да, я вообще в чепотле подселил, нет, я тоже его нет, вот, я ответил, что нет. И, поэтому нету счетчиков, я никогда не считал, потому что, знаете как, вот, счет калорий, белков и углеводов, это сродни тому, просто пропорцию можно перенести, как люди приходят в зал и говорят, сегодня я тренирую бицепс, бедра, икроножные плечи, а как ты определил, что тебе это надо? Может быть, организму нужно вообще в целом, а ты делаешь гипертрофию, ты, с чего ты взяла, что тебе плечи надо? Потому что это модно, и потому что ты хочешь, чтобы они были, а хочешь потому что, потому что неуверенно себя чувствуешь, и в итоге организму-то нужно, в общем-то, в целом заниматься, а ты гипертрофию, и в итоге у тебя квадрисус вот такой, здесь все зажато, и задница маленькая, не рабочая, ну, как бы, не держит поясницу, да, и ты из-за моды, как бы, меняешь структуру тела, которая в итоге через 5 лет оказывается тотально больным и нерабочим, но зато ты круто выглядел, там, широкими плечами, прессом и, ну, там, квадрисусом. И вот с питанием, с подсчетом калорий, та же фишка. Эти цифры индивидуальные. Один человек сидит весь день, и ему нужно, там, ну, там, 3 стакана воды, а другой носится, он почти тален, как угорелый, ему нужно 2 баллона вот таких выпить. То есть, но у другого, там, почки плохо работают, ему может быть меньше. И вот эти вот усредненные цифры, они очень усредненные. И опять возвращаемся к тому, зачем. Если хочется привести, вот, там, пресс, чтобы, там, ну, там, кубиками, вот, было сечение, тогда да, тогда надо гонять, высчитывать калории и драть себя конкретно. А если ты понимаешь, что я себя бренную плоть поддерживаю, мне, в общем-то, достаточно один раз, то ты, как бы, я чувствую, что, ну, надо поесть. Я поел и продолжаю. То есть, правильно я поняла, что интуитивно? Да. Да? Каждый индивидуальный. Да, 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 вот йоги, они чувствуют. Ну, ты приходишь с этим с практикой. Чем больше ты практикуешь, ты, как бы, вот эти вот микрочистки происходят, и ты чувствуешь, а, хочу, вот, ну, там, фрукт вот этот, или овощи вот этот, ну, понятно, и другое, там, картохи, можно их навернуть, там, когда-то, или, там, вот сегодня надо стакан молока обахнуть, вот, вот ты раз наворачиваешь, и всё, это не значит, что ты, там, заливаешь теперь каждый день. То есть, ты, вот, как бы, играешься вот этим, и ты больше чувствуешь, что надо, и тело само как-то подстраивается, вот, в общем-то, всё. Ну, как бы, вот, поэтому, не знаю, я никогда не контролировал своё питание, только по сахару, потому что я понимаю, что у меня это, вот, было проблемой, я хватал себя за хвост, а всё остальное, я вообще, у меня не с мясом не было проблем, перехода, просто срубил и всё, ни с чем-то ещё, углеводы, БЖД, ну, вот, БЖУ, БЖУ не считал никогда, смотря, какая цель. Нет, я просто, я про что думаю, то есть, я точно не высчитываю калории, что я много, то есть, человек, у которого плюс-минус нормальное питание, который, он первое что, значит, он заинтересован, он начинает читать, да, значит, он обладает уже информацией, просто меня что удивило, я всегда думала, что человеку необходимо, мы очень часто, если мы задумаемся, а что мы кушаем, очень, вообще, мы живём по привычке, у нас всё по привычке, и мы можем неделю бахать, ну, вообще, непонятно, что, а когда мы задумаемся, а что мы кушали, вот, я, когда ты объясняешь, что интуитивно, а я думаю, а как же интуитивно, если мы живём по привычке, это я могу целую неделю кушать, там, зелени, кущу, что-то такое, а белков не попадает? Так у зеленухи, баука, вот, если опять, если уже хочется нырнуть, то, если изучить, да, чтобы, ну, как бы успокоить самого себя, то изучить, что в зелени, а вот, сейчас, самое большое животное, слон, бык, он что ест? Ну да. То есть, вот ответ, а мы едим почему-то быка, хотя хотим тоже большим, ну, там, мужики, да, большим стать, но ест быка, так может, лучше сразу бахнуть, вот, и, ну, как бы, то есть, логическая даже цепочка такая, и опять, я говорю, в йоге такого нет, в йоге просто вот, ну, как бы ты приходишь, правильно, да, что по привычке можешь сказать, я торты, мне вот интуитивно торт хочется, вот, но ты анализируешь, то есть йога, она позволяет, она же замедляет ум, не бежишь, и ты, когда практикуешь, у нас ум такой взбудораженный, ты прибежал там после работы сюда, вот, только спасательную такую комнату, да, попрактиковал, фух, осел, и там, окей, есть, и ты уже не бежишь, вот, там, торт, ну, к примеру, или там, что-то еще, а ты, окей, ты понимаешь, я голодный, сейчас сорвусь, значит, мне наверное, верно, сначала надо поесть, и ты уже потенциально выбираешь лучше еду, чем вот там торт, ну, или что-то еще, а потом ты, окей, ну, и может, чутка там торт, а может, уже и не надо будет, и со временем ты начинаешь там все медленнее, то есть и решать уже, то есть хватать вот это вот желание что-то съесть, сожрать, хватаешь за хвост и уже выбираешь, балансируешь, потому что мозг не бежит, а такой так-так, стоп-стоп-стоп-стоп, и есть момент анализа, и когда уже момент анализа, ты принимаешь более правильное решение. Ну, ответил, да, ответил, но я точно против, ну, то есть я поддерживаю тех, кто не кушает мясо, я сама кушаю один, может быть, два раза в неделю, но я очень люблю рыбу и все мои продукты, я за другую мысль, у меня это очень действительно интересно, я за это почитаю, что то, что ты сказал, что интуитивно, и судя по тому, как ты двигаешься, и все у тебя хорошо, я, мне это очень интересно. Я, 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 что, что, Лидия? У меня такой вопрос, для меня это сложно, я просто с некоторыми людьми разговаривала, вечно вы, практикуете ли вы хвост, на как долго, и насколько это безопасно? Не, я не практикую, опять, есть вообще в йоге, я не буду о себе говорить, я говорю, я далеко не такое говорю, как вы думаете, вы думаете, что это такое, такое правильное, такое все это, но оставлять желать лучшего, можно поститься, раз в неделю не есть, в день вообще никому не повредит, никому плохо не будет, вот, но, в общем-то, если ты, опять, если ты практикуешь каждый день, если ты нормально практикуешь, не просто вдох, выдох, там, и вот посидел, там, руку поднял, от этого ничего не будет особо, если ты вот скрутки, все это выжимаешь, себя держишь, все, вакуумы делаешь, у тебя и посты не нужно будет, у тебя же вся жизнь как пост, йог, который как йог, я себя йогом как бы не считаю, йог нормальный, да, вот, с мой учитель, он, у него питание уже как позу для обычного человека, он не ест ничего лишнего, практикует постоянно, и у него качество тела уже и сознание другое, то есть другой на него посмотрит, он спросит, а как ты углеводы ешь, ну и там еще, а откуда силы берешь, да не знаю, ем один раз в день, там, ну два, да не знаю, как-то нормально уже идет, вот, и вот у человека другой тип сознания, вообще на этом визоцикле. Я просто разговаривала с одним человеком, и у меня у нас такой спор был получился, как моя подруга, она практикует пост, ну вот с одной стороны она хочет похудеть, там, все такое, у меня двое детей маленьких, и она мне говорит, ты попробуй, это классно, у тебя вот какую-то цель ты ставишь, и ты просто не думаешь о еде, а я не могу не думать о еде, если я работаю целым классом детей, и мне нужно концентрацию, она хочет кого-то съесть. Мой мозг, ему нужно питание, то есть, наверное, что-то не для всех просто, да? Это время, опять-таки, она спросит, сколько она практикует, конечно, если она уже год-два это практикует, для нее это вообще... Она чистая голма, она дома постоянно. А дома еще больше есть хочется, проще что-то делать. Ну, опять атмосфера, когда ты что-то начинаешь, вам же и практиковать было тяжело сначала, а потом, когда ты влился, ну, как-то и нормально. Точно так же с этим, это точно такая же практика. И наверняка она и сорвалась, и начинала там, и, может быть, даже не с дня там, или сколько, ну, не знаю. То есть люди, что они голодные, они зелее. Да? Ну, как бы не всем это, то есть, нужно анализировать, как это влияет, почему это влияет, вообще образ жизни там, почему зло, может, у человека токсинов, хреновую тучи, они выходят. То есть, это тоже иногда голодать надо правильно. Если ты смотришь по, в общем, по человеку, и можно провести анализ, да, если у него куча токсинов, то нужно сначала очиститься. Потому что есть такая штука, что когда ты начинаешь голодать, все токсины начинают выходить в кровь, и ты себя отравишь еще больше. Поэтому нужно сначала там подготовиться, посоветоваться с людьми, желательно тоже, которые приверженцы, ну, вот, юридического направления, не просто давай похудеем до костей, а, ну, там, худеем до смерти. А вот здравые такие, то есть, выглядят, ну, так это, нормально, здраво, да, выглядят. Вот с ними понаблюдать, да, спросить. И постепенно потом очистить тело, и потом голодовки пойдут нормально. Просто опять, зачем? Вот, все, что не делается, духовные практики какие-то, там, йогические практики, голодовки, не голодовки, там, мантры чтения. Зачем? Вот поймите, зачем? Просто чтобы показаться, просто чтобы поэкспериментировать, ну, не знаю, тогда нужно много чего делать. Мне это еще не открылось, но некоторые люди говорят, что это тебе делать ближе к Богу, если ты практикуешь просто. Ну, одно из, да, одно из, в общем, это верно. Ну, для меня это знак вопроса. Я просто еще не знаю, как мне спрашивают. Ну, холод, голод и покой, да, от отречения, это одно, да, оно приближает к Богу. Действительно, это так. Йога, в общем-то, это, ну, не знаю, может быть, для кого сейчас будет так, как-то... Холодная вода ушла. Но, да, 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 что она ведет к Богу. То есть она тебе просирает мозги для того, чтобы ты понял, для чего ты, в общем-то, должен быть здесь. Не для того, чтобы услаждать. Я просто смотришь в Facebook и там все, наслаждайся, кайфуй и все остальное. Но это, с юргической точки зрения, это просто ты просираешь свою жизнь. Ты просто конкретно сливаешь свою жизнь в унитаз и всю энергию. Ты сливаешь в унитаз. Ну, кайфуй, ты придешь опять и опять будешь мучиться. У нас есть... Я повторяюсь, мне кажется, уже где-то это было... Мешок с... Говорил, да? Про орехи. Да, про орехи. А сейчас про другое. Ну, тоже, да. Про орехи, а сейчас про другое. Про мешочек. Вот мы приходим в жизнь с мешком благих накоплений, благостных, и с мешком страданий. И вот, чем больше вы страдаете, тем больше это благочестие нарабатывается в будущем. Если мы это делаем, как есть некоторые люди, приверженцы определенных, ну, религий, взглядов... Почему? Можно спросить, почему такое мышление? Почему можно страдания и почему... Сейчас, запомните вопрос, ладно? Ну, я сейчас закончу, чтобы не потерять. Да, да, да. И чем больше мы себя... Холод, голод и отречение, типа страданий... Ну, в современном мире это страдания. Холод, голод, когда вокруг еда и интертеймент. Ну, вот, развлекуха. Это ограничения, это страдания. Мы накапливаем благочестие. Но если мы накапливаем это для того, чтобы потом кайфойнуть, пойти в рай, это тоже не то. Оно, ты попадешь, сожжешь все, а потом бухнешься вниз опять зарабатывать. Грубо говоря, кредит, ну, как бы на отдых пойти, типа съездить куда-то в Европу, вот. Ну, или куда-то там, ну, типа на Бали, да, в какие-то райские страны. А чем больше ты себя ограничиваешь... Ну, или наоборот, короче говоря, чем... Если ты хочешь кайфануть, некоторые работают, и они такие... У них все в руки идут, там, деньги, бизнес строится, он вообще кому-то ничего не делает. У него есть определенное благочестие, определенная доля. Он его просто растративает и стратится. Пойдет в следующий раз он будет, ну, скорее всего, нарабатывать это все дело. И придется как бы... То есть ты или вырабатываешь сейчас опять, страдаешь и нарабатываешь это, да, или тратишь. Ну, можно как бы это совместить, когда ты понимаешь, что ты опять кусок земли, и ты просто хочешь служить Богу, и тебе... Да тебе не нужно это благочестие. Ты понимаешь, что есть одно... Даже не знаю, как это правильно сказать, чтобы как-то не унизить, что есть один, которому все, из которого все, и вот ему нужно все посвятить. И все. Один. Не два, не три, не четыре, один. Один. Бог один. Единый. Для всех. Для какой бы религии он ни был. Один. Просто называют, может, по-разному. У него много имен, много обликов. Но он один. Для каждого он является по-своему. И вот ты понимаешь, что вот все то, что я делаю, вот эту дичь, которую как пытаешься там сделать в жизни, еще что-то изобразить, все нужно посвятить ему. И ты думаешь, а ему это надо? Окей, может, вот это мне убрать из жизни. И вот это может убрать, может, ему это не надо. И ты думаешь, а что ему надо? И ты начинаешь анализировать жизнь людей, которые, ну, как-то вот соприкоснулись, может быть, к вечному. Или из их уст исходят какие-то, ну, из вечной истины, которые не просто за глаза, вот как я сейчас говорю, изображаю себя там какого-то умника, да. А люди, которые действительно проникли, живут этим. И ты думаешь, вот, наверное, надо послушать их. И вот оттуда это идет. Веды. Почему я вот такой фанатик? Вот надо веды. А что еще надо? А популярные попсовые вещи, которые, опять говорят, наслаждайся. Наслаждайся и кайфуй. Но настоящего кайфа ты достигнешь тогда, когда ты будешь служить ему самому главному. Потому что, ну, ладно, это не объясняет. Ты анализируешь жизнь. Несколько путей есть, как понять, вот почему вот именно вот в этом пути или эту книжку. Ты смотришь, кто читал, как он прожил это. И ты думаешь, хочешь так же прожить? Вот. И эта книжка из сколько? Пять лет? А ведом тысячи. Значит, если как что-то прошло сквозь века, просто там бородатые времена, и ты думаешь, наверное, он имеет силу. И ты, когда начинаешь анализировать разные пути, философские пути, просто курсы, направления, медитажки какие-то, что-то еще, коучи. И ты понимаешь, что вот эти все люди, они взяли вот оттуда, из этой книги. Просто перефразировали. Но все опять изоточено туда. Так не проще, вместо того, чтобы бродить по курсам и искать что-то, вот пойти как бы к истоку, грубо говоря. В писаниях опять-таки написано, что все те нужды, которые ты можешь удовлетворить малым источникам, ты можешь удовлетворить самым большим. То есть не обязательно идти к малой речке и попить, ты можешь пойти сразу к океану и там удовлетворить. Ответил как ты или не особо? Ну да, мне просто немножко, мне вообще всегда кажется, что вот про веды и вообще про все, про еду, это вот так я так быстро вкратце можно скажу, что когда идет какой-то вот конкретный, сейчас очень много информации. Ну, допустим, садитесь на нутрициолога, еще, еще, и, конечно же, будет очень много мнений. Мне кажется, что, во-первых, мужчина и женщина мы разные. То есть мы абсолютно как бы, у нас гормоны, да, у нас в течение месяца, грубо говоря, наш цикл, у меня действительно нам хочется там сладкого, мяса, еще очень, и это порой от нас не зависит. То есть не от организма шелкового, это наши гормоны. То есть мы так устроены, мы, женщина, так устроены. И организм, он такой очень умный, и он начинает вот что-то брать. Понятно, когда ты приезжаешь вечером голодный, и тебе хочется курочки зажаренные в масле, то это твое чисто ум просто это хочет. И хочется сахара или там чего-то, это уже не про это. Мне кажется, вот про вот эти вот веды, и почему человек должен что-то выстрадать, чтобы что-то, мне кажется, что вообще должно быть, должна быть ровная, ну, должна быть что-то во всем ровная. То есть в йоге, в какой-то вере, очень много. И вот когда человек, если он начинает мыслить и анализировать, хоть об идее, хоть о вере, хоть о чем, немножко чуть-чуть выше, то есть не придерживаться. Вот я хожу, допустим, там, ну, я никого не хочу видеть, я вообще, вот я, допустим, йог, а я хожу в католическую, а я хожу в православную, а я там то. И если мы каждый придерживаемся чего-то конкретного, вот я не ем мясо, ну, к примеру, я ни плохо, ни хорошо, ну, то это несет одно направление чего-то. Но, опять же, мы такие все разные, и порой нам нужно что-то. И когда мы начинаем анализировать из того, что, ну, вот мы все понимаем, что зелень – это полезно. Я скажу, что, ну, допустим, я, возможно, когда-то поменяю, опять не буду, я мясоед. То есть я не каждый день буду есть мясо, что-то, но я знаю себя, я знаю, что я мясоед. То есть я люблю полезный, там, стейк кормяного корма. И, допустим, когда я, возможно, я так себя успокаиваю, потому что я не думаю, что я там куда-то пошла, убила, зарезала, я покупаю там, ну, грубо говоря, какой-то стейк. И там где-то раз мы вместе с собой едим, ну, к примеру, да, то это, наверное, больше наш мозг, как сказать… Мы, наверное, духовно не хотим так… Вот это все, наверное, что нам не надо, допустим, у этого есть глаза, это больше действительно духовное, и, возможно, это правильное. Но есть еще наши клетки организма, которые тоже что-то, вот, допустим, белок, зелень… А ваши клетки организма живут из-за вашего мозга. Как вы запрограммируете? Вот. Я и говорю, что и порой даже вот сладкое или что-то, вот хочется вот раз вот съел, вот я вам слышу, а если съел сладкое и раз… Это же опять же сахар сначала дает энергию, а потом он ее еще сильнее забирает. То есть прием пищи, допустим, тоже идет, да. Мне кажется, частый прием пищи – это же выброс инсулина, то есть ведет к инсулинорезистентности. Ну, действительно, вы сказали, что надо кушать тогда, когда хочешь кушать, но иногда, вот, чем чаще кушаешь, тем организм, он зашлакал, зашлакал, и он просит, еды просит. Вот вы не смечали, когда вы говорите, я не кушаю, и мне не хочется. Вот я перетерпел, и мне правды. А когда вот такое бывает, как я утром поел чуть-чуть сейчас, я поел, поел, поел конфетку съел, и ты еще больше насерпел, и ты не можешь остановиться, и через год-два ты замечаешь раз, а у тебя уже плюс 10 килограмм, и ты не заметил, как ты их наел. То есть я считаю, что лучше есть меньше и действительно голодать. Ну, как-то вот у себя воды, чем… И вот это еще то, что мы… Он такой умный, он сам нам действительно подсказывает. Ну, кроме говоря, опять же, ты из вредности понимаешь, что это вредно. Ну, это вот… Немножко просто все анализировать можно. Ну, смотрите, здесь надо понять опять, из чего вы живете. Это вот… Ну, и для чего. Из чего. Для чего. А потом… Из чего. То есть в зависимости от того, для чего, из того ты будешь жить. Если живешь из ума… Ну, неправильно вообще. Если человек живет из ума, то тогда, конечно, надо анализировать и… Ну, вот как считать. И ум – это компьютер. Он так, как вы запрограммируете. Поэтому, конечно, человек будет считать себя женщиной, мужчиной или мясоедом. Понимаете? Что мы… Сейчас, 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 сейчас. Вот. Если считать, пытаться быть приверженцем йогического направления йоги, да, то там понятие женщин и мужчин практически отлетает. И ты… Состояние организма там вообще одинаковое. Вообще одинаковое. То, что у нас произошел сбой, и мы частично выдумываем, частично читаем, и нам закладывается, что женщина такая-то другая. А вот мужчина такой-то он другой. А вот женщине надо вот это-это. И мы программируем ум, компьютер. И ум выдает нам то, что мы программируем, то, что мы хотим. То есть мы диск вставили с этой. А, круто. Продрешали в модном журнале. Мэнсхелл. Что надо 7 раз в неделю, ну там, это, контактировать с женщиной или мужчиной, чтобы все здорово было. И мы в соответствии с этим живем всю жизнь. И вообще как бы выстраиваем даже свою жизнь, все своей жизнью, чтобы вот там все это было стабильно. А с юргической точки зрения, это вообще нет необходимости. Вообще. Тотально. И о вреде здоровью, ну вот в половом, там вообще нет ничего. То есть когда ты занимаешься и посвящаешься этой энергии, это энергия. Прямая энергия, она идет в нужное русло. И никаких болезней там нет. Но если ты будешь исходить из того, что нужно нормально зажигать каждый день, тогда у тебя будут проблемы. То есть нужно понять, кто ты, что ты хочешь и куда ты идешь. И из этого будет работать вот это, и будет давать нам все остальное. Вот. Ну, ответил как раз. Да. Для этого есть вот ум, что мы должны. Да. Мы все разные. Да. Ну, да. Разные. Думать и идти к этому. Мне кажется, это ее ведет к этой книге, к познанию этого всех. Ну, вот видите. Появится, что надо все-таки заглянуть одним глазком. У меня други, ну, она как бы не всегда была веганкой, но она потом стала веганкой. Ну, как-то я уже совсем забыла, что она не ест мел, и мы как-то долгое время не общались, но поехали. Была она, моя сестра, и мы приехали, там был ресторан, и я заказала себе машину бургера, это мой любимый. Ну, просто, и вот я сижу, я уже пол этого бургера съела, и тут она мне говорит, you just killed the animal. И она это так сказала, что у меня этот бургер, он у меня не туда и не сюда. Она просто стала тошнить, мне стало так плохо. Что за бургер? Ну, вы ей отдали образцу бургера? Только что ебела животное. Нет, это за бургер. Да. Ну, там был машину и чекин, да. А, чекин, чекин. Курица была. Курица и грибы, да. И вот потом у меня реально стал какой-то комплекс. Я реально, когда иду с кем-то на обед, или когда с кем-то общаюсь, я узнаю все, что ест и не ест этот человек. У меня уже стало в программе, как я могу себя обезопасить, что у меня не было вот такого. То есть, если я иду с кем-то на обед, я узнаю, этот человек пьет кофе, ест мясо. У меня реально начались потом фобии на этой почве. И с кем-никак я говорю, даже вот с разными людьми, да. Ну, это хорошее. С другой стороны, это хорошее, кто с кем говорит, это хороший анализ. Угу. Но это, ну скажем так, человек, который погружается в йогу, он немножко того становится по сравнению с обществом. Потому что скажи ему, что там не ешь чего, есть глаза, он скажет, что дурак что ли. Вот. Поэтому, ну как бы косяка дала подруга, не надо было так говорить во время еды. Вот здесь мы обсуждаем. Здесь мы можем это сказать. Потому что мы обсуждаем. Это потенциально так. Мы обсуждаем питание. А когда сидишь с человеком, он там, ну как бы… Зачем ты… Может через ее уста Бог сказал? Ну ладно, что бы кто-то Бог через уста сказал? Виноватый, да. Это не в мире сейчас. Людей, я не знаю, здесь, на планете, что через уста. Бог сказал. Ну, теперь, допустим, вот у нас день рождения праздновали у детей. Там у двоих детей день рождения, прям практически в один день. И привела мама этого мальчика, опять-таки веганов, который помимо класс. Я говорю, я проверила всю меню, там веган-френдли, олдискапки, векс-хикен или он может это пушить. Она, ой, спасибо, что вы мне так сказали. А у меня уже вот из-за моего опыта, что мне какие-то вещи кто-то говорил, я уже подхожу к другим людям с тем, что они ожидают от меня, да? Да. Я не знаю. Я не знаю, к кому подходите. Я имею в виду, что некоторые вещи, да, ну вот происходит нехотя. И возможно, ну просто так ничего не бывает. Самая ситуация неудобная была, да, когда она вам сказала, но попробуйте перевернуть ее для себя в удобную. То есть, возможно, она вас заставила о чем-то задуматься. Но не надо превращать в фобию. Я и пришел в кафе и заказал, я не помню, что я заказал, но что-то заказал, и все там было не то. И я половину съел, и меня вот на половине этого блюда такое осенило, что, бля, там же это есть. Там было яйца или что-то, не помню. Я думал, это вот, да, наверное, я вот с тофой. Это, короче, перепутал. Я говорю, окей. Отставил. Я уже был уже на тревоге. И вы себя лучше простили, да? Ну я и не знал, я не сделал это особо, а намеренно. Ну как бы окей, что я пошел за пальцами, нет, окей. Все. Перестал есть и все. Нет, я даже, кажется, убрал это яйцо и доел, потому что я был очень голоден. Но факт то, что я не знал. То есть не надо до фобии это доводить, что там, ну съел все, забудь, окей. Попрактикую на коврике. Выйдет все и нормально будет. То есть не надо это прям доводить до такого состояния, потому что это во вред уже идет. Уже лучше съесть и не думать, чем насиловать себя. И корить себя потом еще. Да, кошмары, чтоб тебе снились, как там курицы бегают за тобой и пытаются вместе. Вот, поэтому... Вот. Что, уже нагревать, да? Намек, намек. У нас лайк начинается. Классно. Спасибо большое за лекцию. Интересно, да. Кто-то хочет еще что-то или все, уже закончим тогда, да? Время, да. Нет, что, времени не существует. Доводиться можно очень-очень много. Да. Нет, если есть вопросы, можем ответить. Если нет, то как-то застрелимся. Если ты стараешься, то информация отсюда. А можно предложить на следующую встречу? Посчитать. Такое, прям, очень приземленное. То есть, например, что бы вы рекомендовали? Например, как часто делать дома тренировки? Вот. Еще вот такое. То есть, вот все то, что касается конкретно нас здесь. Например, в последний раз мы делали... Какое? Нет. Например, в последний раз мы делали вакуум. Ага. Мне так понравилось. И я говорю, я хоть вам звонить. Ну, Алёна, когда мне делать вакуум? Ага. Хорошо, я понял. Вот. То есть, прям вот такие-такие-такие вопросы. Я думаю, это бы было суперинтересно. Например, мы сейчас... Идеи. Я же всегда говорю, давайте вопросы будем делать. А то... Ну, можно... То есть, основная моя мысль то, что интересует... Я уверена, что у каждого из нас там десяток вопросов есть. И можно именно, чтобы вы ответили на эти вопросы. Я только за. Да. Я же человек, который любит отвечать. Вот Данила Дома и Татьяна Сова. Она знает. Поэтому вы пишите. А я их запишу и потом в куче дам вот в лекции. Вот точно так же придём и я подготовлюсь. Например, я бы хотела узнать. А утром? Можно утром? Просто а утром все спят. Нет. Не правильно. Вот утром. Я встаю рано. Да? Вот какое бы связное упражнение вы поняли. Включение в Инстаграме прикреплено. Хоть утром, хоть вечером, хоть ночью. Не, серьезно. Оно на все это. Просто занимать 4 круга. 8, 12, 16, 20, 24. Шагом по 4. Делайте и всё. И счастье будет. Не, серьезно. Делайте. В Инстаграме прикреплена практика прямо наверху. И пин. И делайте её. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.